Добрый день! С вами снова проект «Что скажете» И сегодня мы поинтересуемся у жителей Таллина тем, как они относятся к вводимым с 1 октября ограничениям на продажу алкоголя в барах и ресторанах Таллин вводит ограничения на продажу алкоголя в барах Только до двух ночи можно будет продавать горячительные напитки Как вы считаете, это здоровая мера? Нет, наверное, не здоровая А почему? Ну, потому что будут задерживаться, до двух будут продавать, утром будут только приходить молодежь А на работу? А как раньше? Да, ну, я не знаю, я такого мнения Конечно, нужно прекращать пьянство Все, спасибо, до свидания Неполезно, потому что в это время, с двух и так далее, только-только начинает народ разгуливаться, брать, пить Просто будет, не знаю, с собой как-то, наверное, протаскивать или как-то что-то придумают У нас молодежь такая, без алкоголя не останется точно Хоть вообще не продают А почему? В бары, можно и дома сходить, если надо, там это, зачем людей пугать по ночам Ну вот вам лично не мешают ночные заведения спать или? У нас здесь нету это, так что мне не мешают Спасибо большое А вообще, я считаю, кто захочет себе найти алкоголь, он и с вечера найдет и там Это ограничение надо делать для молодежи, которая молодежь начинает пить и бушевать Вы знаете, мы пенсионеры, мы этим не интересуемся А вот столица мне не пришлась в этой неделе и хотела почитать Я люблю столицу читать Пресса вся покупная Думаете? Вы заказали, вы делаете это, все А вот то, что на самом деле надо сказать, вы никогда не скажете Потому что сверху вам запретят это То есть, ну, алкоголь здесь при чем? Зачем я проснулся? Проснулся, нормальный человек, отработал, сутки не спавший Ну, а то спался, проснулся, хочу в 4 утра выйти, просто, чисто, вот, ну Выпить бутылку пива, я это не имею права, для меня это закрыто Почему? Если я честный человек, почему он не может это сделать? Дело в том, что мы, если захотели выпить, мы уйдем куда-то Или на квартиру, или там, посидим спокойно Спокойно посидим, пообщаемся А вы знаете, некоторые жалуются Вот у меня знакомая живет где-то там Говорила, что такой магазин подвалит И что там приходят мужчины такие, знаете, и под деревьями что-то Как вы думаете, на бизнес это повлияет? Я думаю, повлияет, конечно же Потому что после двух обычно они там самую кассу и делают У меня знакомый работал в клубах Он говорит, после двух там только-только С двух до пяти там самый разгар идет На бизнес, естественно, повлияет очень плохо И мера тоже нездоровая Потому что вообще нарушение прав человека Если человек работает у нас ненормированные рабочие графики у людей Если он после трех часов ночи не сможет выпить рюмочку коньячка Идя после работы, это не очень нормально И будет продаваться всякий нехороший алкоголь левый Это сто процентов И лучше, когда цивильно они будут сидеть в баре Чем они будут где-то, молодежь, болтаться непонятно где Как показал наш опрос Горожане и поддерживают, и категорически против ограничений продажи алкоголя Тем не менее, уже 1 октября эти ограничения вступят в силу И тогда, я думаю, мы снова поинтересуемся у жителей столицы Что же они скажут по этому поводу? С вами были Алексей Иванов Анатолий Сергеев Это был проект Что скажете Специально для портала столица.ее Ставьте лайк, подписывайтесь на канал До новых встреч!